Привет, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Петрова. Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшней нашей темой будет паст Piofac Continuous, прошедшее завершенное длительное время. Приятного просмотра! Паст Piofac Continuous употребляется для того, чтобы показать, что результат, продолжавшегося в прошлом действия, был заметен в течение некоторого времени в прошлом. I was sad. I had been looking for my kiss all day yesterday. Я была грустная. Я искала свои ключи весь день вчера. Результат был заметен в прошлом. Я была грустная. Паст Piofac Continuous образуется с помощью вспомогательного глагола to be в Past Piofac, а также основного смыслового глагола с окончанием ing. Глагол to be в Past Piofac имеет единственную форму had been, которая употребляется со всеми числами и лицами. В отрицательной форме отрицательная частица not ставится после первого вспомогательного глагола had. Had not been. Или сокращенная его форма hadn't been. I hadn't been dancing for half an hour. Я не танцевала полчаса. В вопросительной форме вспомогательный глагол had ставится перед подлежащим. А been и основной смысловой глагол с окончанием ing после него. Had you been cooking for a long time when I called you last night? Ты готовила долго, когда я позвонил тебе прошлой ночью? Past Piofac Continuous употребляется для того, чтобы показать, что результат действия, которое продолжалось в прошлом, был заметен в течение некоторого времени в прошлом. Очень часто во времени Past Piofac Continuous мы используем следующее выражение. For в течение, since с, how long, как долго, before, до, until, до тех пор. Друзья, давайте рассмотрим, в чем же разница между Past Simple, Past Piofac, Past Continuous, а также Past Piofac Continuous. Past Simple употребляется для выражения действий, которые произошли в прошлом. Он выпил бутылку воды вчера. Конкретное время указано. Вчера. Past Piofac употребляется для выражения действия, которое произошло перед другим действием в прошлом. He had drunk a bottle of water by five o'clock yesterday. Он выпил бутылку воды к пяти часам вчера. Время, которому совершилось действие в прошлом, указано. By five o'clock yesterday. К пяти часам вчера. Past Continuous употребляется для выражения действия, которое продолжалось в прошлом. He was drinking a bottle of water when the phone ran. Он пил бутылку воды, когда зазвонил телефон. Он находился в процессе утоления жажды. Past Piofac Continuous. Past Piofac Continuous употребляется для того, чтобы показать, что результат действия, которое продолжалось в прошлом, был заметен в течение некоторого времени в прошлом. He had been drinking a bottle of water for half an hour when his mother came home. Он пил бутылку воды в течение получаса, когда его мама пришла домой. Результат был заметен в прошлом. Он пил бутылку воды. Дорогие друзья, мне очень важно знать ваше мнение. Поэтому пишите ваши комментарии на моей странице под видео. Следующей нашей темой будет Future Perfect Continuous. Пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok